Несколько слов по поводу ряда документов, подписанных. Они достаточно важны, поэтому хочу специально сказать о них. Это постановление, которое направлено на поддержку автопрома. Это одна из отраслей, которая сейчас требует повышенного внимания правительства в рамках плана действия на текущий год. Первое постановление продлевает на 2016 год программу льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств, которая действовала в прошлом году. Планируется выделить более 16 миллиардов рублей, чтобы сохранить кредитные и лизинговые ставки на приемлемом уровне и поддержать спрос на автомобили. Второй документ предусматривает компенсацию части затрат на производство машин. Около 23 миллиардов рублей из бюджета должны позволить автопредприятиям сократить накопленные убытки и ряд текущих расходов. В конечном счете, это должно отразиться на себестоимости, рост не должен быть таким значимым. Ну и, соответственно, это должно увеличить загрузку мощностей, сохранить уровень занятости как в автопроме, так и у смежников. Теперь по повестке дня. Сегодня мы рассмотрим один вопрос, который связан с Днём Победы, а именно обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За последние 8 лет более 290 тысяч ветеранов получили жильё с момента выхода указа в 2008 году. Из федерального бюджета на эти цели были выделены почти 308 миллиардов рублей, но в очереди стоит ещё порядка 10 тысяч человек по состоянию на 1 апреля текущего года. Чтобы они получили то, что им положено, в текущем бюджете предусмотрено более 10 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить жильём не менее чем 8500 ветеранов, в том числе всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Подробнее доложит министр строительства. О губернаторах, глав местного самоуправления я просил бы в самые короткие сроки принять необходимые меры. Также мы продолжим оказывать поддержку семьям с детьми. Вы знаете, в прошлом году все родители, которые имеют право на материнский капитал, могли получить из этих денег единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Такая мера была принята в рамках антикризисных решений. В целом оказалась востребованной прежде всего теми семьями, где невысокие доходы. Поэтому мы приняли решение её продлить ещё на один год, на период реализации плана действий правительства. Но теперь платить будем несколько больше – 25 тысяч рублей. Для бюджета семей, где есть маленькие дети, эта сумма имеет значение. Право на деньги будут иметь семьи, в которых второй или последующие дети появились до 1 октября текущего года, даже если они уже получали выплату из материнского капитала раньше, потому что это могут быть совпадающие категории. Сегодня мы обсудим такой законопроект. Также рассмотрим поправки в законодательство, которые совершенствуют процедуры проведения сделок между компаниями, уточняют некоторые положения закона об акционерных обществах, а также об обществах с ограниченной ответственностью, закрепляют сложившуюся судебную практику. В частности, определяется круг сделок, на которые необходимо получить согласие акционеров непосредственно через собрание или через совет директоров более точно. Кроме того, скорректированы правила признания крупной сделкой недействительной, также правила оспаривания ряда сделок с заинтересованностью. Всё это помогает учитывать интересы различных групп акционеров, включая миноритарных акционеров. И ещё один законопроект, который, надеюсь, также будет способствовать улучшению делового климата. Речь идёт о совершенствовании процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Очень важно, чтобы мы смогли сохранить всё то, о чём договаривались, в части неповышения налоговой нагрузки на бизнесы, на граждан, сделать так, чтобы налогообложение недвижимого имущества было адекватным ситуацией на рынке, ну и стало быть более справедливым. Сейчас мы определяем кадастровую стоимость через систему независимых оценщиков и частных организаций. Им не всегда хватает возможности, чтобы учесть все факторы. Кроме того, есть различия в оценке. Более того, в результате один и тот же объект может оцениваться по-разному, что вызывает нарекания и граждан, и юридических лиц. И, конечно, это просто прямо влияет на размер налога, обычно в сторону увеличения, а не уменьшения. Такую оценку можно оспаривать в суде, но это медленный и сложный путь. Законопроект должен, как минимум, частично эту ситуацию исправить. Предлагается ввести институт государственных кадастровых оценщиков. Для этого региональные власти могут передать полномочия уже действующим госучреждениям или создать новые учреждения. Кроме того, по всей стране вводится единая методика проведения оценки. Государственные оценщики теперь будут предоставлять детальные разъяснения по определяемой ими кадастровой стоимости, рассматривать обращение об исправлении ошибок, отслеживать состояние рынков. А в случае резкого падения цен может использоваться и переоценка кадастровой стоимости, чтобы ни граждане, ни бизнес не переплачивали за имущество, которое в силу колебаний на рынке быстро подешевело. Давайте это рассмотрим. Кроме того, с учётом обращения ряда моих коллег по правительству и в рамках того, что мы обсуждали с «Единой Россией», я хотел бы ещё раз послушать все мнения по этому поводу. В каком направлении нам что делать и когда? Я имею в виду институт оценки. Теперь несколько слов о субсидиях. Мы сегодня заслушаем ещё и доклад о реализации государственной программы развития сельского хозяйства, но это скорее для контроля, и распределим субсидии. В том числе полтора миллиарда пойдёт на ремонт и оснащение спортивных залов в сельских школах, на развитие на селе спортивных клубов и строительство спортплощадок. Такую поддержку мы как раз оказываем в рамках решений, которые были приняты по инициативе «Единой России», а число детей, в результате этого, которые занимаются спортом, за это время довольно существенно выросло, потому что состояние спортивных сооружений на селе было, конечно, катастрофическим. И сейчас там есть ещё большая поляна, большое пространство для того, чтобы создавать современные спортивные сооружения, современные спортивные объекты возводить и современные площадки организовывать. Также предусмотрены федеральные субсидии на внедрение новых технологий в системе профобразования. Такие решения тоже мы сегодня рассмотрим. А также субсидии на софинансирование семи региональных программ по развитию дополнительного образования. Кроме того, мы распределим дотации тем регионам, где требуется поддержка занятости. Но мы к этому вопросу неоднократно обращались. Ситуацию нужно мониторить, и там, где это требуется, адресно, точечно такого рода субсидии подкидывать. Ещё более 4 миллиардов рублей выделяется на развитие жилищного строительства. Речь идёт о 18 регионах, которые добились хороших результатов, прошли отбор Минстроя. Эта субсидия наносит стимулирующий характер, направляется на софинансирование строительства здесь инфраструктуры, а также детских садов, образовательных, медицинских учреждений. И они должны появляться именно в микрорайонах массовой, малоэтажной, ну и иногда многоквартирной застройки.